Привет, ты на канале о бизнесе! Сегодня затронем такую интересную тему, как реализация бизнеса в маленьком городе. Многие считают, что построить прибыльный бизнес в малонаселенном городе довольно сложно, и посмотрев видео до конца, ты сможешь убедиться, что есть как минимум 9 бизнес-идей, опровергающих это утверждение. А прежде, если хочешь открыть свой прибыльный интернет-магазин, то онлайн-школа «Имсайдер» проводит двухдневный бесплатный интенсив по открытию интернет-магазина с нуля. Ты узнаешь, как открыть бизнес за сумму не более 10 тысяч рублей или вовсе бесплатно, ведь каждому участнику интенсива будет подарен на 3 месяца движок интернет-магазина и бесплатно подключен московский номер. Важно, что двухдневное обучение будут вести действующие владельцы крупных интернет-магазинов Николай Федоткин и Тимур Шаков. Тебе бесплатно расскажут о прибыльных нишах, о работе с поставщиками из России и Китая, а также настройке сайта и рекламы. Пройди бесплатный марафон и открой свой бизнес по ссылке в закрепленном комментарии. И теперь давай перейдем к первому варианту из топа. Продажи на Авито. Наиболее простым и прибыльным вариантом построения бизнеса в маленьком городе является бизнес на Авито, который возможно запустить с минимальными вложениями, начиная от 15 тысяч рублей. Начать бизнес довольно просто, и нужно лишь зайти на сервис Wordstat, который показывает поисковые запросы по конкретным городам. Используя данный инструмент, тебе потребуется выявить, какой товар люди ищут по городу, но рынок не может покрыть спрос предложением. Выявив потребность, тебе остается ее закрыть, заказав партию товара, например, с сервиса Алибаба, который дает возможность закупать по низкой цене оптовые партии товаров. Как только ты получаешь продукцию, остается лишь грамотно составить объявление, проанализировать цены на имеющиеся предложения и выставить оптимальную. В итоге ты запускаешь простой бизнес с минимальными вложениями на продажах, даже без собственного сайта. В последующем же ты можешь открыть свой интернет-магазин и увеличить партии поставляемой продукции и, соответственно, свой заработок. Праздничное агентство. Чтобы открыть малозатратный, но при этом доходный бизнес, тебе достаточно обратить внимание на развлекательный сектор и, в частности, организацию праздников. Всё, что требуется от твоего бизнеса, это планирование отдыха и полная его организация, которая может заключаться в аренде помещения нами музыкантов и ведущих. И самым важным моментом для тебя будет сотрудничество с различными ведущими, которых ты будешь нанимать не на постоянную работу, а сможешь договариваться на проведение вечера. Это же касается сотрудничества с кафе и ресторанами, которые будут предоставлять возможность для аренды залов. В итоге, чтобы организовать бизнес, тебе необходимо заручиться поддержкой профессионалов и официально зарегистрировать проект, после чего завести сайт и профильные группы в социальных сетях. Стартовые вложения на организацию бизнеса не превысят 50 тысяч рублей, и даже в маленьком городе их возможно окупить за первые два месяца работы. Разведение червей. Подобный бизнес подойдёт больше для людей, проживающих в частном секторе, так как потребуется много земли и помещения для установки боксов для разведения червей. Суть проекта довольно проста и заключена в том, чтобы создать изолированный короб объёмом в 3-4 куба земли. Возможно сделать его из дерева. Далее в короб запускаются черви, чаще всего калифорнийские, так как они большие и отличаются высокой плодовитостью. Всё, теперь тебе остаётся лишь подкармливать червей остатками еды. Можно закупать подпорченные фрукты и овощи, или получать их в магазинах бесплатно. В итоге, вкладывая минимум усилий и времени на разведение червей, ты получишь два продукта на продажу. Первым являются непосредственно черви, которых хорошо скупают птицефабрики по цене за червя в рубль, а вторым является земля, обработанная червями и высоко ценящаяся в сельском хозяйстве. В среднем затраты на организацию бизнеса выльются примерно в 10 тысяч рублей, а после того, как черви начнут расти в несколько поколений, ты сможешь с одного бокса в месяц зарабатывать около 20 тысяч рублей. А перед тем, как перейдём к следующей бизнес-идее, ты сможешь способствовать развитию канала, просто поставив лайк под видео и подписавшись. Всё достаточно просто, верно? А теперь переходим к следующей идее. Продажи товаров на Амазон. Преимуществом этого типа бизнеса является то, что нет абсолютно никакой разницы в том, в каком из городов находится человек, так как закупки товаров осуществляются в Китае, а продажи в Америке. В итоге требуется только подключение к интернету и наличие стартового капитала, который потребуется на закупку первой партии товаров. В среднем стоимость закупки начинается от 30 тысяч рублей и выше, а в общем на продажу минимальной партии товара на Амазон потребуется около 60 тысяч рублей. Преимущество торговли на американском рынке заключается в том, что купленный оптом в Китае товар можно продавать с 10-ти кратной наценкой без особых проблем. Перед началом бизнеса следует изучить рынок, выяснить, какие товары пользуются спросом и после этого начать зарабатывать. Наиболее важным моментом выступает именно правильный подбор товара на продажу, и если он пользуется спросом, то сложности в реализации продукции не будет. Сайт мастеров на час В небольшом городе ты можешь создать тематический сайт, где будут размещены объявления специалистов по ремонту, оказывающих помощь с домашними мелочами, ремонтирующими электрику и так далее. То есть зайдя на сайт, любой человек может найти для себя необходимого специалиста, после чего сразу же связаться по оставленным контактам и решить свою проблему. Тебе же будет достаточно заказать для своего бизнеса сайт, который обойдется не дороже 30 тысяч рублей, после чего останется оптимизировать его под ключевые запросы. Деньги же ты будешь получать с рекламы магазинов и фирм своего города, а также можешь за деньги выделять объявления мастеров, желающих быть выше в списке. Такой бизнес вполне можно организовать, наняв человека, который будет следить за сайтом и обрабатывать рекламные объявления, а ты будешь получать фактически пассивный доход. В среднем прибыль с бизнес-идеей будет в районе 25-30 тысяч рублей, а трудозатраты в день не более пары часов на поддержку работоспособности ресурса. Мыловарение. Бизнес на мыловарении достаточно прибыльный, но вместе с тем и конкурентный. Поэтому на первоначальных этапах тебе следует проанализировать рынок на наличие конкурентов и изучить, какое мыло они предлагают. Затем следует занять малоконкурентную нишу по городу, например, наборы мыла для мужчин и начать бизнес. В интернете масса обучающих курсов о том, как сварить мыло в домашних условиях, и с этим не возникнет трудностей. И от тебя потребуется лишь креатив в создании наборов, которые должны состоять из мыла уникальной формы. Продажи в бизнесе осуществляются именно за счет креативности созданных наборов из мыла. А так как ты занимаешь малоконкурентную нишу, то у тебя появляется целевой клиент, для которого проще создать что-то уникальное. Также тебе потребуется наладить пути привлечения клиентов, и это можно сделать через свой сайт по городу и группы в социальных сетях. На начало бизнеса потребуется инвестиции на сумму не более 20-25 тысяч рублей, а окупаемость займет не более двух месяцев. Производство теплиц. Достаточно перспективный вариант бизнеса для маленького города, который требует вложений не более 50 тысяч рублей на старте. Но окупаемость у бизнеса в сезон всего лишь несколько заказов. Итак, первоначально тебе следует найти в интернете чертежи теплиц, по которым ты начнешь создавать отдельные элементы в гаражных условиях, что вполне возможно, и 15 квадратных метров будет достаточно. Производить следует теплицы из поликарбоната, и на сайте тебе потребуется приобрести непосредственно сам поликарбонат, а также металлические профили, которые будут служить опорой конструкции. Начать производство теплиц стоит в начале весны, чтобы успеть изготовить 3-4 модели, после чего завести свой одностраничный сайт, на который потребуется написать оптимизированную под поисковые запросы статью, чтобы начать получать клиентов из поисковых сетей. Также распечатай листовки и распространяй их по частному сектору, предлагая покупку по скидке. На установку же теплиц для клиента тебе следует нанять пару работников, и стоимость сполна покроет их оплату и доставку, а также позволит заработать сверху около 30-40% от общей стоимости. Пошивочный цех Открыть пошивочный цех, например, постельного белья, довольно незатратно, так как ты можешь арендовать небольшое помещение на периферии города, после чего приобрести несколько швейных машинок и нанять работников. Открыть бизнес необходимо официально, чтобы иметь возможность продавать продукцию в местные магазины, так как именно они будут на начальных этапах основными покупателями, обеспечивающими постоянную прибыль. Также ты можешь начать продажи через социальные сети, но здесь тебе необходимо будет создать уникальные постельные наборы, чтобы найти покупателя. Стоимость таких наборов будет дороже, и ты сможешь ориентироваться на премиум качество с использованием дорогих тканей, чтобы уменьшить объёмы производства, но при этом увеличить прибыль с реализацией. В итоге на старт бизнеса тебе будет необходимо вложить около 50-70 тысяч, после чего бизнесу потребуется около 3-4 месяцев, чтобы выйти в ноль, а затем начать приносить прибыль. Выращивание клубники. Заняться выращиванием клубники на гидропонике – это возможность организовать действительно прибыльный бизнес, который потребует существенных вложений для маленького города на старте, но будет способен окупиться с первых же продаж. Итак, оценив покупательскую возможность рынка в твоём городе и договорившись с местными кафе и пекарнями на поставку клубники, тебе остаётся начать выращивать ягоды. Под бизнес следует выбрать подходящее помещение, которое будет отапливаемо, будет иметь вентиляцию и возможность установки системы освещения и полива. Можно арендовать складское помещение, где ты установишь многоярусные стенды для выращивания клубники на гидропонике и всё необходимое оборудование. Начать бизнес можно с площади в 50 квадратных метров, на что потребуется инвестировать порядка 200 тысяч рублей. Но объёмы выращенных ягод позволят окупить предпринимательство после продажи первого урожая, а далее начать работать в плюс. А на этом всё. Смотри другие полезные видео на канале, а также подписывайся и оценивай видео лайком. Спасибо за внимание и удачи тебе в бизнес-начинаниях!